Дом культуры поселка Куимиха. Руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Ольга Чертова встретилась с командой добровольцев, которые в рамках акции «Полярный десант» ездят по населенным пунктам, помогают нуждающимся, проводят профориентационные мероприятия в школах, культурно развлекают жителей. Живут чаще всего там же, где и выступают в домах культуры, ночуют в спальниках на полу. Нет такого, что кто-то однократик должен был. Все вместе одинаково. Конкретно наш отряд существует с 25 октября 2021 года. Наш отряд достаточно молодой, ему получается всего два года. Набираем мы ребят через общую группу «Полярного десанта» и также в студенческих отрядах. До Куимиха волонтеры побывали в Сальвычегодске, поселках Черемужский и Приводино. На очереди Шиписына. У нас готовый список работ, мы запрашиваем, договариваемся с ответственными по району, по деревне и уже получаем готовый список работ и отправляемся по точкам. Я распределяю ребят, они уже идут конкретно кто куда. Почистить снег – это, собственно, основное, что мы делаем. Мы убирали площадку на детском саду для детей, чтобы они провели масленицу, устроили детскую горку. И вот позавчера я целый день в Улдрово, что мне очень понравилось. Как ощущения, руки не болят? Очень тесно. Рассказываем про все спектры работы, какие бонусы можно получить. И рассказываем про то, что развивается новая миллиметра подростков. То есть не только дет, а еще и школьники вступить и, соответственно, приносить пользу. Удовольствие это получаете от того, что делаете? Да. Ну, здорово, конечно. Молодежный центр в Котласе. Здесь приезжие гости говорили с ребятами о возможности реализации их инициатив путем написания проектов. Участниками конкурсного отбора смогут стать НКО и физические лица. С 20 по 22 число февраля в Котласе на базе молодежного центра пройдет такая мастерская по написанию проектов. Поэтому здесь мы всех приглашаем молодых людей и общественные организации, кто работает в сфере молодежной политики для участия вот в этом образовательном модуле. Еще одно из важных направлений развития молодежи – патриотическое воспитание. Специальные места в Котласе, Котласском округе и коряжами для этого есть. Однако степени готовности разная. В нашем городе зональный центр расположился на базе ДОСААФ. Договорились о том, что здесь нам администрация города Котласа рассмотрит возможность выделить еще дополнительное помещение здания, потому что там необходим и учебный класс, и спортивный зал, и тир для того, чтобы реализовывать всю эту программу. Соответственно, мы договорились о том, что это будет в городе Котласе и проговорили и про вопросы кадров. Также гости из области обсудили возможность поддержки недавно открывшегося на базе общежития ПИД-колледжа Доброцентра. Скоро здесь появится дополнительное оборудование. Кроме того, у нас вот уже в Котласе мы договорились о том, что мы открываем филиал Центра поддержки молодой семьи. И вот этот филиал будет работать с молодыми семьями на территории вот этих всех трех муниципальных образований. На базе филиала молодые семьи смогут получить консультации по участию в программе «Жилье для молодой семьи», разрешить вопросы, касающиеся воспитания и взаимоотношений в семье.